МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин в ходе онлайн-саммита глав стран СНГ заявил о росте товара оборота внутри Содружества. По словам президента, несмотря на последствия пандемии, за первые полугодия этот показатель увеличился на 27%. В России в сентябре средний размер ипотечных кредитов вырос на 4,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, в течение года средний чек на ипотеку увеличился почти на 24%. В стране 15 октября стартовала всероссийская перепись населения. Впервые она пройдет в цифровом формате. Граждане смогут принять в нее участие на портале госуслуг. Сотни тысяч аргентинцев вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе. Участники акции выступили против бедности, безработицы и повышения цен. Социал-демократическая партия Германии сформирует новое правительство вместе с партией «Зеленых» и либералами. Кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Штольц заявил, что это может произойти до конца года. Минэкономразвитие России резко повысило оценку по инфляции на текущий год. По прогнозам ведомства, рост потребительских цен на конец года может составить 7,4%. Эксперты прогнозируют, что этот рост может достигнуть 30 и даже 40%. Как отмечают в КПРФ, подорожание происходит при фактически полном бездействии государства. При проведении более или менее такой последовательной политики государства, направленной на защиту интересов граждан, даже в этих условиях можно было бы гораздо сильнее смягчить это все и сдержать рост цен. Но к этому нет никакой политической воли, потому что для, опять же, господствующего класса инфляция является лишь способом косвенного изъятия прибавочной стоимости. Косвенным образом через повышение цен в магазинах. Рост цен происходит на фоне продолжающегося многолетнего снижения уровня доходов населения. Озабоченность этим в очередной раз высказал президент на встрече с депутатами Госдумы. Глава государства назвал бедность главным врагом России и назвал повышение доходов граждан базовой задачей. Между тем, борьба с бедностью происходит в виде разовых выплат отдельным категориям граждан. Такая система нежизнеспособна, уверены эксперты. Если бы глава государства всерьез озаботился борьбой с бедностью, то острие этой борьбы нужно было бы направить против олигархии, которая сегодня захватила все кучевые отрасли и выжимает из них все соки для того, чтобы получить сверхдоходы. Чтобы искоренить такое социальное зло, как бедность, необходимо менять многие подходы в управлении экономикой, отмечают эксперты. В частности, навести порядок с прожиточным минимумом. Тот прожиточный минимум, который у нас сейчас есть, это ненормальный. Это явно заниженный прожиточный минимум. Подгонять под него решение проблемы бедности – это, так сказать, глушить проблему, а не решать ее. О необходимости вернуться к вопросам борьбы с бедностью и стабилизации цен заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти темы должны быть на постоянном контроле, нельзя их рассматривать один раз в год. Однако в КПРФ напоминают, что власти уже предпринимали попытки удержать цены и в прошлом году, и перед выборами в этом году. Эти механизмы не сработали. Все мероприятия правительства по сдерживанию цен в нашей нынешней обстановке носят довольно прикладной характер и, как правило, направлены на то, чтобы удержать цены в тех пределах, которые позволяют избежать социального взрыва, чтобы народ просто за вилы не взялся. Но сдерживать цены для того, чтобы народу было хорошо, у правительства такой задачи нет. КПРФ давно разрабатывала закон о государственном регулировании цен. Сегодня он особенно актуален и в ближайшее время будет снова внесен на рассмотрение Госдумы. Мы, коммунисты, уже дважды вносили закон о государственном регулировании цен, но, к сожалению, партия «Единая Россия» его каждый раз отклоняет. Между тем, сама же партия «Единая Россия» и ее правительство повышают цены искусственно. За счет чего? А за счет того, что повышается курс доллара, причем административно повышается, повышаются налоги, акцизы, коммунальные платежи. Все это ложится на цену, которую оплачивает наш нищий народ. Бедность является фундаментальным свойством капиталистической системы, напоминают коммунисты. Для успешной борьбы с ней нужен переход на социальные основы. В центре работы государства будет человек. И у КПРФ есть программа реализации задач по улучшению положения трудового народа. Мы подготовили бюджет развития, который насчитывает примерно 33 триллиона. Такие ресурсы у страны есть. И мы все сделаем для того, чтобы они направлены были прежде всего на поддержку граждан, кому сегодня очень тяжело. А тяжело половину страны. Она живет меньше, чем на 20 тысяч рублей в месяц. Минимальная зарплата должна быть 25 тысяч. Минимальная пенсия – то же самое. Редактор субтитров А.Семкин